В Молитве Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы исполняли. Заповеди об отношении человека к Богу В третий месяц после выхода из Египта Израильский народ остановился у подножия горы Синай. Здесь, после двудневного очищения, Израильтяне готовились к великому событию – встрече с Богом. «Господь призвал Моисея на вершину горы И повелел ему возвестить сынам Израилевым «Если вы будете слушаться Глаза Моего И соблюдать Завет Мой, То станете царством священников И народом святым». И дал Господь Моисею закон и заповеди, Написанные на двух каменных скрижалях. Эти заповеди делятся по значению. В первых четырех говорится об отношении человека к Богу. В шести остальных – об отношении к своим ближним. В первой заповеди открывался народу Израилеву и всем народам земли Сам Всевышний, как истинный и единственный Бог. «Я, Господь, Бог Твой, Чтобы не было у Тебя других богов, кроме Меня». Говоря людям «Я Твой Бог», Господь устанавливает личные отношения с человеком, показывая, насколько велика Его любовь. Освободив еврейский народ от рабства, Он показал, каким сильным помощником Он служит для тех, кто полагается на Него. Бог открывает Себя как личность, но остается при этом невидимым и не имеющим никакого подобия ни на небе, ни на земле. Об этом говорит вторая заповедь. «Не делай себе идола и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в водах под землей, не кланяйся и не служи им. Так все в мире сотворено Богом, то Ему одному следует поклоняться, и Его одного следует почитать Божеством. Народ не должен изображать Его ни под видом небесных тел, ни под видом животного мира, ни под видом рыб, как было в Египте и Осирии. Лжебогом может быть как идол, так и любая другая преграда или грех, заслоняющий Божий лик от человека. Третья заповедь учит благочестивому отношению к имени Божьему. Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно. Величайшее из всех святынь имя Господне находится в сердце человека, и ничто нечистое не должно пребывать вместе с Ним. Имя Всевышнего Бога так святое, что нельзя произносить его напрасно во всяком пустом суетном деле или разговоре. Эта заповедь запрещает Божице и клясться по-напрасну. Четвертая заповедь говорит «Помни день субботний, чтобы проводить его свято. Шесть дней работай и совершай в них дела Твои, а день седьмой суббота, день покоя, да будет посвящен Господу Богу Твою». Седьмой день каждой недели соответствует дню с наступлением, которого было закончено творение Богом мира. «Совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, и благословил Бог седьмой день и осветил Его». Также и человек, работая шесть дней, должен завершить свой повседневный труд в седьмой день, чтобы посвятить его Господу. Этот день следует отделить для молитвы, изучения Слова Божьего и добрых дел. В Ветхом Завете праздновался седьмой день недели – суббота, что по-древнееврейски значит покой. Этот день являлся воспоминанием творения мира и исхода из Египта. В Новом Завете в память воскресения Иисуса Христа из мертвых празднуется воскресенье. «Воскресенье» 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 Храните сие, как закон для себя и для сынов своих, навеки. Субтитры создавал DimaTorzok